У этих маленьких помпонов огромный потенциал. Обычно их используют для рукоделия и творчества, но можно и для развития детей. У нас есть хорошие идеи. Если ребенок уже созрел учить буквы, не совершайте ошибку, превращая знакомство в нудный урок. В дошкольном возрасте с буквами нужно играть. Каждый день придумывайте разные варианты. Например, напишите букву мелом, потом предложите малышу выложить ее помпонами на доске. Для этой игры мы использовали обычные ватные шарики. Смотри, я в свою коробочку выкладываю помпоны. Красный, оранжевый, зеленый, синий. А теперь в ход пойдут формочки для льда из холодильника. Их ячейки как будто созданы для развивающих игр. И эту возможность мы не упустим. Вариант такой. Мама выкладывает помпоны в формочке. Задача ребенка повторить или продолжить ряд. Все зависит от его возраста. Чтобы играть было веселее, используем специальный пинцет. Вот! Получилось! Прозрачные пластиковые стаканчики, бумага и фломастеры. Сейчас смастерим новую игру. Рисуем на карточке контур стакана, а в нем разноцветные шарики. Чем старше ребенок, тем больше их может быть. Задание такое. Заполнить стакан помпонами по образцу на карточке. Еще идея. Пару минут подготовки и никаких затрат. Надеваем резинки на геоборд так, чтобы получились дорожки лабиринта. И запускаем маленький мячик. Теперь малышу нужно провести помпон в центр лабиринта, а потом вернуть его обратно. Не заблудиться. Вот такие игры у нас получились. Еще несколько любопытных затей мы приберегли и покажем в следующий раз. Играйте и развивайте ребенка каждый день. Итак, начнем с самодельного аквариума. Из цветной бумаги или картона вырезаем хвостики разного размера. Кладем их под сферы разноцветной пирамидки. Получаются вот такие рыбки. Сразу видно, что голодные. Будем их кормить. Но только вот смотри, зеленая рыба кушает только зеленый корм. Бежевая рыба кушает только бежевый корм. Если у малыша легко и просто получается кормить рыб с рук, усложните задание. Предложите пластиковый пинцет. С ним попасть в маленький рот будет веселее и интересней. А теперь в ход пойдут крышки от пластиковых бутылок. Пишем маркером цифры. Если ребенок маленький, то рисуем точки. На лист картона кладем горлышко бутылки и обводим его карандашом. Получился круг. Превращаем его в божью коровку или черепаху. На крышке сколько у нее точечек? Один, два, три. Всего? Три. Три точки. Ребенок играет, тренирует ловкость пальчиков и осваивает основы порядкового счета. Чем больше крышек с цифрами, тем дольше будет занят малыш. Прижми пальчиком. Кто бы мог подумать, но наши помпоны можно использовать и для речевого развития, а точнее для тренировки речевого дыхания. Клеим на столе дорожки цветным скотчем и с помощью коктейльной трубочки ведем шарик от старта до финиша. Еще, еще. Лист бумаги, синельная проволока разных цветов и ручка – это все, что нужно для этой игры. Небольшой подготовительный этап. Скручиваем, складываем и сворачиваем из проволоки разные формы. Спирали, ступеньки, зигзаги и волнистые линии. Теперь кладем детали на бумагу и обводим их по контуру. Можно пририсовать глаза и язычок. Получатся вот такие змейки. Зовем малыша. Его задачи могут быть разными, смотря сколько ему лет. Сначала проводим по всем змейкам пальчиком. Смотри, они лежали на песке и каждая оставила свой след. Теперь надо найти, где лежала каждая змея. Малышу нужно не только найти змею нужной формы, но и уложить ее на место в таком же направлении. Чтобы она попала на свой след. Двигай, двигай, двигай. Вот. Так, змея, зигзаг. Так. Надо перевернуть. Видишь, у нее голова в другую сторону. Для тех, кто постарше, задачка посложнее. Глядя на след, постараться самостоятельно скрутить нужную змею. Молодец. Еще, еще, еще. А теперь будем мастерить рамку-вкладыш из обычного картона. Кроме него понадобится несколько рулонов декоративного скотча и острый нож. Клеим скотч на картон в разном направлении, чтобы полоски пересекались друг с другом. Теперь рисуем на полосатом картоне геометрические фигуры. Круг, квадрат, ром, прямоугольник, треугольник, трапецию. Все, что уже пора знать вашему малышу. Вырезаем все фигуры и просим ребенка найти каждое свое место. Тут нужна не только сила, но и смекалка. Фигурки нужно разместить так, чтобы полосатый орнамент совпал. Где зеленая полосочка? Видишь? Надо повернуть. Еще, еще. И последняя идея на сегодня – конструктор из коктейльных трубочек и синельной проволоки. Нужны ножницы и нож. Разрезаем каждую трубочку на несколько одинаковых частей. То же самое проделываем и с проволокой. Все кусочки проволоки сгибаем уголком. Должны получиться вот такие скобки. Максик, смотри, какой у нас из трубочек получился конструктор. Давай я тебе покажу, как им пользоваться. Вставляем скобки в трубочку и собираем любые формы и постройки. Работают мышление, воображение и мелкая моторика. Развивать слух, зрение, обоняние и вкусовые ощущения малыша можно с помощью простых игр. Первая игра на слуховое внимание. Слушай, хорошо. Сейчас я буду давать тебе музыкальные задания, а ты будешь их выполнять. Малыш должен выполнить движение по инструкции. Например, когда мама стучит по ксилофону, он поднимает руки вверх. Когда звонит в бубен, руки в сторону. А когда зазвучит погремушка, руки вытянут вперед. Молодец! Все получилось! Теперь будем прятать игрушку в комнате и искать ее с помощью звука, тренировать слуховое внимание. Когда я буду звонить бубном тихо, значит, ты далеко от игрушки. А когда я буду звонить бубном громче, значит, ты к ней подходишь близко. А когда я буду звонить громко-громко, значит, игрушка уже совсем рядом. Начинай искать! Так, ты уже близко, я звоню громче. Получается у тебя? Ой, как мама громко звонит! Нашел! Молодец! Наливаем в четное количество стаканчиков воду, в два стакана насыплем соли, еще в два сахара и в последний выжмем сок лимона. Хорошенько перемешаем. Теперь я перемешиваю все стаканчики, а ты делаешь маленький глоток и находишь каждому вкусу пару. Такая игра развивает вкусовое восприятие и логику и подойдет малышам, которых сложно уговорить попить. А теперь смешайте пуговицы разных цветов и размеров и предложите ребенку их рассортировать по заданию. Смотри внимательно, чтобы твои глазки хорошенько потрудились. Или складывайте пуговицы в стопочки и соревнуйтесь, чья получится выше. В это время ребенок тренирует внимание, зрительное восприятие и, конечно, мелкую моторику. Для следующей игры понадобится лист бумаги и фломастеры. Я тебе сейчас нарисую разных животных, но у них будет не хватать каких-то деталей. У наших зверушек не хватает уха, глаза и нескольких лап. Задача юного художника – внимательно все рассмотреть и дорисовать нужное. Порежьте овощи, ягоды и фрукты кубиками, каждый проткните зубочисткой. И положите все на тарелочку. Малышу с закрытыми глазами нужно понять по запаху, фрукт – это ягода или овощ. А вот это понюхай. Нюхай. Ягода. Это ягода. А потом на вкус можно определить, что именно он съел из ягод, фруктов или овощей. Вот. А какой это фрукт? Фрукты. Правильно. Такие игры очень полезны для детей, когда малыш делает то, чего раньше никогда не делал. Например, угадывает ароматы и вкусы с закрытыми глазами. Максик с закрытыми глазами. Или же пишет сразу двумя руками. Или ходит задом наперед. В этот момент задействованы зоны его мозга, которые раньше не работали. Это очень полезно. И малыш в этот момент развивается. В стаканчики положите небольшие предметы, завяжите ребенку глаза и давайте понюхать каждый стаканчик. Пусть отгадывает по запаху, что съедобное, а что несъедобное. А вот это? Не съедобное? Не съедобное. И последний стаканчик. Съедобное? Съедобное. Молодец. Для таких игр можно использовать книги. У нас есть вот такая книга с запахами про козлика Чарли. Для этого даже не нужно завязывать малышу глаза. Просто открываем страницу и просим малыша натереть ее пальчиком и угадать, чем же пахнет этот разворот. Запахи можно разделить на сладкие, фруктовые и травяные. И каждый пометить фишкой. Три ручкой вот эту страницу. Нюхай пальчик. Клубника. Клубника. Это фруктовый запах или травяной? Фруктовый. Фруктовый. Значит, помечаем фруктовый запах пчелкой. Возьмите несколько капсул от киндеров и на ночь поместите в них кусочки продуктов с яркими запахами. Лимон, кофе, чеснок, черный хлебушек, соленый помидорчик. Перед игрой вытаскиваем все продукты. Я тебе буду каждую капсулу по очереди открывать, а ты будешь отгадывать, что там пряталось всю ночь. Пусть малыш по очереди нюхает и отгадывает продукт-невидимку. Нюхай. О, чеснок. Чеснок. Чеснок, правильно. Так, а это что? Хлеб. Хлеб. Максик, мы с тобой все запахи отгадали, а теперь давай догадаемся, что может быть горьким на вкус? Чеснок. Чеснок, правильно. А что может быть кислым на вкус? Лимон. Лимон, а еще? А еще соленый помидорчик. Соленый помидорчик. Договоритесь с малышом, что спрячете в комнате какой-то ароматный продукт, например, мандарин. Пока малыш выходит из комнаты, нужно успеть его почистить от кожуры и спрятать, а ребенок пусть найдет его только по запаху. Нашел. Сложи квадраты. Это одна из первых игр, с которой можно начинать знакомство детей с головоломками. По мнению автора, ребенок уже в полтора-два года способен понять, что из частей разной формы может получиться ровный квадрат. Квадраты Никитина бывают разных уровней и помещены вот в такую рамку. В ней родители и предлагают малышу складывать квадраты. Но, как пишет в своей книге сам Борис Никитин, делать этого не стоит. Рамка ограничивает мышление, глазомер и фантазию ребенка. Интеллект не любит рамок. Лучше для ориентира положить перед ребенком целый квадрат. Вот у меня ровный квадрат, целый. Видишь? Вот нам надо из таких кусочков собрать точно такой же. Автор пишет про метод ледокола. Это значит предлагать малышу начинать со знакомых заданий и каждый раз их усложнять. Тогда не придется подсказывать и объяснять. Когда у малыша трудности, руки мамы так и тянутся подвинуть и перевернуть деталь. Но делать этого не стоит. К сложному квадрату лучше вернуться в следующий раз и не красть у ребенка победу. Такой труднющий квадрат никак у Максика не получается. Хочешь, давай вернемся к нему в следующий раз? Или еще немножко подумаешь? Да, немножко подумаю. Ну давай. Не показывайте ребенку инструкцию, не смотрите в нее сами, иначе теряется весь смысл игры. Не стоит давать все квадраты одновременно. Малышу полутора-трех лет достаточно всего одного-трех. А дети постарше справятся сразу с пятью-шестью. Максик, смотри, злая фея разрушила все квадраты и перемешала их. Давай соберем их снова. Перемешиваем детали. Пусть ребенок сам поймет, что их нужно перевернуть на лицевую сторону и разобрать по цветам. Готовые квадраты можно класть рядом друг с другом, как паровозик или башенку. Вот какой у нас паровозик получился. Смотри, Максик, сколько у тебя вагонов квадратных вышло. Начинаем с легких заданий, чтобы была возможность вдохновить кроху похвалой и одобрением. Каждый раз прибавляйте по одному два новых квадрата. Ты с этим сложным справился, а вот этот сможешь починить? Когда малыш справится с самыми сложными квадратами, можно давать задания на время и устраивать соревнования. Особенно это полезно для детей медлительных. На старт, внимание, марш! Еще больше вариантов игр с квадратами Никитина и другие идеи для игры творчества читайте в этой книге. Мамина школа рекомендует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова